Не отпускайте руки и всегда все получится. Значит, присутствуешь за четыре года первый раз на распоряжении. Вопрос следующий. Есть распоряжение, вы об этом знаете, Сергея Ивановича о том, что, это скосоватый контракт, тот, который был переукладом, я считаю, по крайней мере, я считаю о том, что он был переукладом, сроки и юридически все правильно было сделано. Сергей Иванович 22-го числа сдал распоряжение скосоватый контракт. На все эти идеи я подал иск в суд. Я считаю, что суд даст правовую оценку и, как бы, справедливость постаршествует. Ну, на данный момент у меня никто еще не умолен. Чистосное предприятие. Ну, слово для всех ее. Я считаю, что в последнем мере я уже сказал, я хочу поблагодарить ее за работу, за предприятие, который заработал. Спасибо большое, как руководитель, как специалист. То, что сегодня он говорит о контракте растору, это политическая игра между определенной политическая силой, оппозиционным блоком, где Эдуард Иванович выявляется секретарем городского совета, в этой же политической силе. И когда заключается контракт и идет политическая игра, она не должна играть в ней одно производство. То, что сегодня идут затрудненные игры по предприятиям города, да, и руководители стоят одна политическая сила, я попробую. А то, что на него контракт есть распоряжение городского рода. Секретарь городского совета не имеет права подписывать контракт, даже не лечит на больницу. Сегодня есть контракт распоряжения в родной этого контракта и призначение заключения контракта, которым руководит. Я вот очень уверен, что сегодня призначит потянут микроорганизмы сейчас, с 1-го, 1-го и 10-го, на посадку директора, если честно, коммунатного предприятия, по выводу в трубку опции воды. Поэтому сегодня я вам представляю одного перевлека, пожалуйста, потянут, от Сима Анатольевича, который будет сегодняшний день руководить вашим предприятием, прошу любить и жаловать. А то, что вы реализовываете, в каком сравнении, если не считать распоряжение городского рода и любительства, поможет отжаловать в России. Поэтому еще раз вас прошу продолжать работать, как и работать, потому что вашим предприятием сегодня является жизнедеятельностью города, вы нам нужны, и поэтому от вас зависит обеспечение города водой и водой. Поэтому все с наступающим, наступившим Новым годом добра, мира, людей. Вот руководитель, пригласите, пожалуйста, пана инженера, пожалуйста, это вас. Начинаем. Мы поехали на КТП и поехали еще представителям руководителя Лежака. Все ребята, удачи всем. С Новым годом. Так что решили? Выдайте трудовую, поставьте запись, как положено все по записи. Это у нас на распоряжение мискового рода. Зверните лысинку, 31-12-м, взъезд перед закинчением сроку 2-й контракта. Эти данные распоряжения мной были получены лично мне в руки. Я написал на вторых экземплярах, что я их получил. Но в связи с тем, что я считаю, что они незаконны, в работу я не пускал. Вы не имеете править, не давать работу? Да. Эти распоряжения, если Юрий Владимирович хочет обжаловать... Я уже обжалую. А пока действие распоряжения городского галактики. Выдать водоводнишку и предоставить... Все, питаний нема. Ядович, ты будешь говорить о том, что по-нормальному... И ждешь решения суда, и тут же, короче, пытаешься какие-то... Я пытаюсь сделать в рамках закона по закону. Читайте гзот, как увольняются люди. Почитайте. Еще раз говорю. Считайте неправильный порядок. Виталий. Вы этим будем заниматься суда, правильно? Правильно. На сегодняшний день есть решение городского головы сделать так, как он сделал. А законно это или незаконно будет разбирать в России. И сегодня вы, как юрист предприятия, должны включиться на работу и законно рассчитать предыдущего руководителя предприятия. Что для этого? У меня есть распоряжение предыдущее, на основании которого я сделала приказ 1 января... Тут у нас, Ольга Владимировна, я извиняюсь, у нас тут куча распоряжений. На два распоряжения те, которые отменить мой контракт, то есть за подпись у Щелакова и призначитые ВО Францова, вот, мы на них подали, я на них подал в суд. Сегодня вот это распоряжение, которое 29 декабря 280-к, призначитые Фатьянова Максима Анатольевича на посаду директора ЛКСП «Высочанск-Водоканал», подстава, заява его, поддание заступника Минского головы Якимчука, вот, и контракт с керевником предприятия, еще пребывая в коммунальной властности Восочанской Минской Рады, вид 28-го, 12-го, 18-го года. Вопрос следующий, я ставлю вопрос, то есть, ну, я сегодня вышел на работу, на сегодняшний момент у меня нет трудовой, у меня нету расчетных, вот, это первое. Второе, если меня увольняют, то я прошу Максима Анатольевича тогда распоряжение по предприятию, увольняйте меня, вот, а я это буду все представлять доказы в суде, и мы будем с Сергеем Ивановичем судиться. Максим Анатольевич не принимал на работу, он не может вас уволить. Тогда давайте звоните Шилину, пусть возвращается, дает указание, я ж не знаю, как миски и голова, дает указание керевнику. Кадровая служба на основании распоряжения про определение контракта. Кадровая служба исполкома должна? Это по идее, это я еще говорил в 13-м году, о том, что керевники, предприемцы, все должны находиться в отделе кадров исполкома, а не в отделе кадров предприятий. Я об этом говорил с 13-го года, об этом дебилизм. К сожалению, никто этого не понял. И когда у нас была комиссия назначена депутатская по оптимизации кадров, об этом я тоже на комиссии говорил, о том, что это неправильно, в корне. Все это понятно, это поливника, у нас у всех есть целый день рабочих, надо поставить точки и пойти дальше. Сергей, вопрос следующий. Я прошу, если я уволен, выдайте мне трудовую и рассчитанную. Все. Все. Главный юрист, начальник юродела присутствует. Начальник отдела кадров присутствует. Вот, присутствуют новые руководители. Внесите, пожалуйста, трудовую книжку Евгения Владимировича, почитаем, кто его принимал на работу. Так, а там тоже было распоряжение на основании распоряжения и заключенного контракта с городским головой. Правильно. Вот на основании распоряжения и заключения контракта с новым руководителем. Нет, мне нужно распоряжение о скосовании распоряжения, о его назначении с 1 апреля. Оно было передано в Мещанскому доканалу. У вас его нет в руках? На доканалу не было передано. А куда оно было? Оно было передано лично мне. Я лично поставил подпись, что я ознакомлен. У меня надо распоряжение с тем контрактом есть в своих книгах. Непорядок. Не думаю. А? Не знаю, что ли. Ну, он и к 8-й подъедет. Это нужно еще распоряжение, то, которое скосовывает контракт с Евгением Владимировичем. Или, которое идет на увольнение. Потому что тут непонятная ситуация с распоряжением. То есть, кто должен кого увольнять? По-нормальному должны кадры и с полком увольняться. Но так как все в кадрах водоканала, значит водоканал. Но должно быть основание. Распоряжение Месково-Головы при значении для увольнения высинка не подходит. Я не возражаю. Этих документов ни у юристов этого канала, ни у кадров нет. Копию сделайте, последние страницы, приема и все. Какие вопросы? Сергей, вопрос следующий. Я прошу, если я уволен, выдайте мне трудовую и рассчитанную. Все. Главный юрист, начальник юридела присутствует. Начальник отдела кадров присутствует. Присутствует новый руководитель. Прислили, пожалуйста, трудовую книжку Венина Владимировича. Мы почитаем, кто его принимал на работу. Так как там тоже было распоряжение на основании распоряжения и заключенного контракта с городским головой. Правильно. Вот на основании распоряжения и заключения контракта с новым руководителем. Нет, мне нужно распоряжение о скосывании распоряжения, о его назначении с 1 апреля. Оно было передано на Вещанского доканала. У вас его нет на руках? На доканала не было передано. А куда оно было? Оно было передано лично мне. Я лично поставил подпись, что я ознакомлю. У меня на руках распоряжение есть и контракт есть в своей секунде. Непонятно. Не знаю. А? Не понимаю, что ли, чем это? Ну, он к 8 подъедет. А это нужно еще распоряжение, то, которое скосовывает, скосовывает как раз с Евгением Владимировичем. И, которое идет на увольнение. Потому что тут непонятная ситуация с распоряжением. То есть, кто должен кого увольнять? По-нормальному должны кадры исполком увольнять. Но так как все в кадрах водоканала, значит водоканал. Но должно быть основание. Распоряжение Мисковой головы у призначения для увольнения Лысинка не подходит. Я не возражаю. Этих документов ни у юриста водоканала, ни у кадров нет. Да, хорошо. Тогда вы книжку перенесите, посмотрите. Мы отправляли финплан утвердить. Вы тоже написали на УЖКХ. Хотя это функции отдела экономики и первого вашего заступника. Финплан утверждает первый заступник и отдел экономики. Если чему утвердить, я должен видеть. Две подписи. Но вы расписываете на Якимчука все. Правильно. Должно согласование управления УЖКХ руководить. Якимчуку функция финуправления не подчиняет. Они должны рассмотреть, надо пытание подать вне. Вместе с управлением УЖКХ. Я считаю, информация не получена. Она даже из прокуратуры УЖКХ. Я использую заместителя. Но нужно за полу первых узнать, почему действительно люди не получили. Почему? Я узнаю. Конечно. Спасибо. Единственный вопрос, чтобы вы начаться об этом говорите. А раньше об этом не говорили. Вы действительно должны на это обратить внимание. Интересно. Вот приняло у нас сказано. Пускай, допустим, человек в Курл-Депровсоюзе подъедет к вам на прием. Лично вы пообщаетесь. Какие вопросы у вас есть и так далее. Просто примите. Все. Хорошего дня. Сто вам угодно. Обожаю вам дать. С наступившим. До свидания. До свидания. Сергей Николаевич, ты остаешься? Пошли. У меня кто-то задает руки. Он все даже не получится. Значит, присутствует. До четыре года. Первый раз. А раз первого ваше. Сейчас. Вопрос следующий. Есть распоряжение, вы как бы знаете, Сергей Иванович, о том, что происходит. Скосоватый контракт, тот, который был переукладом, я считаю, по крайней мере, я считаю, о том, что он был переукладом в сроки юридически все правильно обладал. Сергей Иванович 22-го числа раздал распоряжение Скосоватый контракт. На все эти идеи я подал выпуски суд. Я считаю, что суд даст правовую доцинку и будет справедливость. Ну, на данный момент меня никто еще не умолял. Чистос на предприятие. Нет. Ну, слово Девчонки, я считаю, что, что следует мне, я сказал, я хочу поблагодарить за работу. Спасибо большое за подводителем, за специалистом. То, что сегодня он говорит, когда расшел на определенной политической силой, оппозиционный блок, где Эдуард Иванович выявляет секретарем Украинского совета, в этой же политической силе. И когда заключается контракт и идет политическая игра, она должна быть не одна производства. То, что сегодня идет за туристые игры по предприятию города, да, и руководительница, это одна политическая сила, это обработает. О том, что обмененный контракт, есть распоряжение городского города. Секретарь городского совета не имеет права подписывать контракт, даже будучи на больницу. Сегодня есть контракт распоряжения в обмене этого контракта и предназначение заключения контракта на твою руководительницу. Я вам дочеркнуваю, что сегодня призначит Патяна Михаила Владимировича 1-1-2014 на посадку зарегистрального участка коммунатового проема по выгону пропорции воды. Поэтому сегодня я вам представляю одного передвига, Патяна Михаила Владимировича 2-1-2014 на посадку зарегистрального участка коммунатового проема по выгону пропорции воды. Поэтому еще раз вас прошу продолжать работать, как вы работаете, потому что ваши предприятия сегодня являются жизнедеятельностью города, вы не нужны, и поэтому от вас зависит заключение облада во дворе и водоотврата. Поэтому все с наступающим наступившим Нового года добра, мира и любви. Патяна Михаила Владимировича 2-1-2014 на посадку зарегистрального участка коммунатового проема. Так а в чем это не нужно? Который должен быть в связи к вам, ответить к вам и ответить к вам. Я написал на службу, в этой соревновании. Я написал на службу, которая должна была подготовить ответ. Значит они плохо работают. А если нет, то мы подчиняем их на средства близких. Управление УЖИПЕХА и замплетов УЖИПЕХА. Если они не ответили вам и не входили на меня ответ, то это будет вам. Ну так от коммуната обращают. Вы тоже написали на УЖИПЕХА. Это функция отдела экономики и первого вашего заступа. Финплан утверждает ПЭШИСКУ. И ОСЕЛ ЭКОНОМИК. Прежде всего, я должен видеть две подписи. Но вы откладываете на ЕКОНОМИК. Должна согласовать его. Управление УЖИПЕХА, руководителям ЗАГОНОМИКУ, они должны рассмотреть на наблюдах и под отменениями. Вместе с УПЕХАНОМИК. Я считаю, что информация получена. Надо уже не знать, почему они получили. не получили. Если вы узнали, то узнали. Спасибо. Единственное слово, чтобы вы сейчас говорите, а раньше это не говорили. Вы сейчас говорите, что вы на это обратите внимание. Серьезно. Вот придем у нас, придем у нас два сказка. Да, пускай вот этот человек по-русски посланию, заходить вам на пределы. Лично вы пообщаетесь, вы пообщаетесь, вы пообщаетесь. Хочу. Хорошего дня, с подводами. Третье. То, что мы сегодня утром тут общались, совещались. Я вызвал полицию, этот факт зарегистрировал. Дрей Иванович, дайте досказать. Я вызвал полицию, этот факт я фиксирую. Рассчитайте меня, я прошу. Рассчитайте меня согласно законодавству, дайте мне трудовую. Я пошел на заколку. Вот. И все. И расчетные. Все, вопросов нет. Сейчас нам дадут согласно законодательству, придают книжку. Все. А вот эти два распоряжения, на которых я расписался, вам сейчас придет по почте. О том, что на эти именно два распоряжения. Я подал иск в суд, и мы с вами будем... Я буду рассказывать в суде. Да, расскажу. Но почему ты, как руководитель, скрыл? Я считаю, что... Я вам в пятницу сказал. Я получил распоряжение. Они ни с кем не согласованы. Ни с юради вам, ни с кем. Я это расцениваю как указ старя. Ты ж не забываешь. Я не забываю. О назначении увольнения. Это превратило городскую голову. Я понимаю. Вы были на больничном. Сергей Иванович. И мы в пятницу с вами решались. А если бы вы были на больничном, в феврале, ты все можешь обжаловать. Все. Ну, пытание мало. Распоряжение действенное. Вам принадутся коррегиналы. Пожалуйста. Запись у друг нищего, выдайте у друг нищего человека. Согласно закону увольте мне и все. Согласно закону увольте. Как написано на распоряжении с коррегиналом, вы его уволите согласно распоряжению. Какие указы я буду делать вторым числом, что я его упомяю в 31-м году? Как? Вот и уволите его этим числом. Почему руководитель его вскрыл? Сейчас полиция придет и разбудит его объяснение. Я еще должна сделать приказ по его увольнению. Делай. Делай. Ну, я буду делать сегодняшним числом, а увольнера его в 31-м. Ну, даже не разрушу. Есть распоряжение. Почему ваш руководитель вскрыл? У вас четко должно быть оно 27-го числа. Вы от 27-го числа должны были сдать распоряжение и его уволить. И поставить... Вы получили сегодня это распоряжение. Спросите у руководителя, почему ваш руководитель бывший руководитель? Не отдал. Почему он вскрыл? Сейчас полиция приедет. Мы дадим пояснение полиции. Я ж так и хочу, чтобы это все зафиксировали и все. Вопросов нет. Я ж не стал... Затягиваю. Затягиваю. Я не затягиваю. А? А я не затягиваю. Француз. Француз. Здесь все это написано. Это пустимое число. Это первое число. А вот это распоряжение номер 20. Смотрите. Вы конучи в Белой Угольевске француз? Ну, это какого числа? А от чего? А от чего? Он просто обещал писать. Кого вы снимаете? Кто дал вам разрешение писать? Вы берите телефон. Кто вам дал снимать разрешение? но кто то я попросил сделать подругу сегодня я вырубил депутат и на сегодняшний день еще руководить вам что городской головарь берите телефон он уволит вы что занимаетесь ерунду идите на рабочие места занимайтесь работой своей а не сидите в кабинете здесь я перезвоню чуть позже перезвоню не посадят не посадят чего спасать вы выполните свои даже сменцу согласно распоряжению почему не знаю лично как руководителю проведена не на предприятие а лично мне у меня не уволят я сейчас еще руководить вы уволили по распоряжению дайте мне трудовую расчетные за вас на зале уволена и все я больше ничего не прошу сергей иванович я поехал почему я говорю зафиксирован факт полиции чтоб нигде никого никого не вставлять все пусть полиция и суд даст правовую оценку изначально затягивали процесс правом вы я считаю лично я по-человечески пообщаться я как бы свою позицию сказал у меня к нему вопросов нет александр а вы вот договор с предприятием и такой же договор только другой в частном порядке есть с высенка а физическом лице это ваше мнение лично это мнение у пх в нынешние предприятия уголовного отдела нет в чем-то обвинение здесь разбирательство внутреннее между собственными я представляю интересы согласно закону про адвокатуру адвокатскую деятельность высенка на представку от договора который имеет конфициальное взаимоотношение между ним и мной меня пригласил сегодня он сюда для защиты его права обязанностей мы прибыли свое мнение изложили высушили без эмоций спокойно все и ждем увольнения чтобы встать и уйти у меня был только один вопрос если сегодня высенко не может сесть в это кресло и выполнять свою форму на наглядности скажите что ты не будешь физически работать мы встаем фиксируем факт недопуска и уходим без канала без ничего так уже это произошло ну вот мы ждем полицию для фиксировать послушайте я услышу сказал что лысенко уголен показал что если мы хоть мы можем выйти подождать в приемной полицию если на то пошло пускай новый директор с вашей точки зрения принимает вот и все вот и все так зачем мы тут сидим два с половиной часа для того что доказан потому что ему не доведут подавлю книжку распоряжения ваше право обжаловать судей а мы уже обжалуем судей да давайте скажу можно без перерыва я своему клиенту рекомендовал и до сих пор рекомендую не выполняйте распоряжение ссылая статью 60 просто не выполнять имея контракт но он принял для себя решение чтобы не создавать ажиотаж дестабилизацию предприятия работы личный нокау личные скандалы споры он сказал изложил вам позицию с утрату которую которая мне было неизвестно он эту позицию сам принял от которой я не могу отказаться я увидите молча даже не спорю никаких не оппонирую просто вопрос вот он мне задают я ему ответил дальше продолжаю в чем вопрос послушайте меня я нахожу здесь пододатковое угодье это как юридическое лицо я могу быть здесь это раз второе как обычно граждане и третье меня сюда пригласил бывший директор но он еще не бывший мы не можем его оформить ну так где он где подробнее чтобы он был жил он что не пытает распоряжение какое вот что он видел Сергей Иванович если мы не будем терпеливы друг другу если у вас почему нарушает институцию Украины и все законы скрыли от юротделов от гуактерий не на трон документе для своего времени на увольнение вы что считаете? это провалить пользу не в личных целях а теперь я могу сказать? давайте быть кратки и терпеливы друг другу я выслушал вас я принял ваше мнение а теперь вы слушайте без перебивания мне давайте если мы будем оппонировать друг друга только спокойно без эмоций я еще раз повторяю рекомендую своему клиенту в порядке статьи шита не выполнять ваше распоряжение не выполнять понимаете? вот не выполнять его считайте Сергей Иванович, дайте сейчас договорю но я к вам проявляю уважение пожалуйста проявите уважение ко мне пусть даже если я к вам как личность не импонирую так вот я хочу вам сказать что если это распоряжение которое вы вынесли я прошу не выполнять он его будет выполнять что нет? один день вчера ты выполнял это? нет, есть распоряжение я не видел его нет, вот на мне это что тебе перевалить не надо, ты подпишешь только заявление и все нет что нет, что нет ну не буду я подписывать почему ты не будешь? да уже есть распоряжение меня раскувалов не буду я подписывать сейчас полиция придется да ради бога сейчас это все опять электроэнеррия на меня ляжет почему? заходит руководитель сразу да ну это цель это же ручку цель конечно ты должен приказать так быстро расписаться может александрович по дополнительной праворадумной предложить что новый приходит присаживаться в кресло все остальные удаляют какие вопросы? вы физически вот у меня вопрос вы подписанты вы исполнитель я поддерживаю своего клиента полностью что он принял решение скажите физически сегодня Лысенко может работать? он должен уехать? потому что он уволен все позовите Лысенко нет мы сейчас начинаем его уволить и принять нового мы спокойно уйдем вас застает совершить то что сделать собу застает вот человек принял решение я не знаю я не знаю видите человека заставляют подписать никто не заставляет и предприятие вы не оставили и его не поставили это буду работать но это все держит а и еще подождите подождите я скажу на ваше распоряжение мы прислали письмо вы видели письмо? мы давали его где расписали указали поэтому человек продолжал работать и 31-го и 1-го они формально в свой рабочий день и 2-го а сегодня да письмо на письмо вы даже когда пишете письмо мы получили мы мы получили если вас обидели если вас обидели то приносим извинения офис Дунаева там не указан там не указан да да ну зачем вы цепляетесь за Дунаева при чем здесь Дунаев мы разговарим о Лысенко сейчас у вас везде виноват то Дунаев стоящий оттуда да мы когда спешили вы даже Иван Васильевич в вашей письме да это не обижает Иван Васильевич что вы принимаете незаконные решения ёлки пау принуждаете людей к действиям выполнить противоправные да мне не хочется ничего верите я хочу сегодня прождусь с прекрасным настроением и продолжить день прекрасного строения вот и всего лишь навсего нет человек откажется вы слышите при всем уважении к вам я рекомендовал как его представитель не выполнять руководство не выполнять всего лишь навсего всего лишь навсего не выполнять потому что да ваши решения являются незаконными суд вот и потом уже примется решение это ваше мнение совершенно ваше мнение так что человек принял для себя такое решение выполнить чтобы не дестабилизировать ваше право решение в отношении цели городского совета в отношении принятия увольнения спасателей Виталий как вас поучаствует Виталий Николаевич я вам честно скажу если хотите поддискуссировать по управлению послушайте я просто что решение незаконное подождите право есть в подписи У button я отвечу на ваш вопрос право есть или нет Ну есть у него права есть и право расприятия Вы имеете что оно незаконное если оно незаконное то в чем оно незаконное если вы считаете что оно незаконное то вы должны грунтву моршу и вы скажете в суде пока изучение судно Вы хотите слышать то что я скажу или вы только то что вы хотите услышать Я отвечаю У человека продлен контракт это раз есть три юридические факты которые здесь сегодня должен И почему я рекомендовал не выполнять ваше распоряжение, уважаемый Сергей Иванович? Первое. Контракт продлен. Ваши отмены распоряжения, распоряжения не скасовывают договор юридический. Второе. Ваше право наложить вето на любое решение. Ну дайте договорить. Это вам так хочется. Это ваше дом. Второе распоряжение, которое вы вынесли по Фатееву, уважаемому, не прошло по дням. Это второе нарушение, которое допуск нет. И третье, это сегодняшний цирк. Садите человека, как он работает. Пускай ваш человек работает и делает благо городу. Правильно? Да, да. Поехали. Что мы тут устраиваем? Я хочу фиксировать полицию и все. Мы зафиксируем вон там в приемной. Пускай человек выполняет свои функции. Ну сейчас получается... Ширин сказал, Сергей Иванович сказал, ты никто здесь, ты уволен. Подожди, Саша. Виталь, ну в 6.30 будет здесь все сидеть. Я сказал, я вызову полицию, зафиксирую вон. Ничего ты не говорила. Вопросов нет, я не говорю. Ну давай, Сергей Иванович. Ты сказал спокойно. Сказал, давайте поговорим по-мужски. У меня идет главный вопрос. Выращивайте его. Я собираюсь, отдайте мне эту дурничку и ухожу. Сейчас ты начинаешь раскачивать ситуацию. Сергей Иванович, я не раскачиваю ситуацию. Ну, смотри, ты же сам говори. Я не раскачиваю ситуацию, я должен зафиксировать... Почему ты скрыл? Скрыл мне адам, для того, чтобы дальше пошел вот объяснена. Дай сейчас объяснение, когда полиция. Почему ты скрыл? Мы сейчас и ждем. Мы же ждем, чтобы так все объяснено. Я и дам эти объяснения, чтобы нигде никого не вставлять. А дальше мы идем в суд, я и мой суд, и разбираемся в суде. Все. Я не ставлю никаких палки в колеска, ничего абсолютно. Мне на 10, я вообще не ожидал такого события до 100 дней. Мне на 10, что такого была администрация. Я думал, в течение часа разобрались все, откуда я... Ну, я виноват, что в полиция едет. Эти ждут уже час, следственную эту группу, которая фиксирует. Два часа ждем, следственную группу. Ну, что, блядь. Ну, нету, мне не приедет, там, вы в этом канале. Ну, что, блядь. Я уже... Мне же, наверное, работа тоже, я не могу, что-то селиться выделить. Ну, хорошо, блядь, ладно. Александр, смотрите, вы подали в суд, правильно? То есть, соответственно, если суд принимает решение, что режим, где еду на контракт, что Вин Дисней, Вин Выконовец и так далее, вот, то, соответственно, будет решение суда выполнено, правильно? Или неправильно? Оно будет выполнено. Если суд признает, что действительно режим действительного разговора продлен, он действует, подписан надлежащим лицом, там, не знаю, какие там будут формулировки и так далее, то Евгений Владимирович вернется и скажет, что у меня незаконно уголили, да, постановится и будет работать. В чем вопрос? Ничего. А мы же вам не спорим. Вообще вопроса не вижу. Сегодня он утром мне сообщил, что он принимает такое решение для себя. Цель его, я ему задал вопрос, почему ты принял такое решение? Я считаю, и дальше буду продолжать считать, что здесь решение вопроса суда не надо. Он должен сесть и подкутся. Но он сказал мне, дабы не было дестабилизации 2-го, 3-го, 4-го, в праздничные дни всего этого, я не могу устраивать этот цирк. Поэтому, если придет ко мне уважаемый Сергей Иванович, а он пришел, сказал, ты здесь никто, сюда садится человек, свободен ты уволят, он встанет и уйдет. Я не могу пойти против него решение. Но если бы он поддержал мое мнение... Приехала следственная группа... Сидел бы у нас, будет 2 директора. Я вызывал отряд полиции, у меня просьба зафиксировать тот факт, который сейчас происходит. То есть я керевник ЛКС, то есть сейчас не следокам. Давай определимся, по какому вы заявлению выехали, по запрощению кого? По обоим заявлениям. По обоим заявлениям. Тогда давайте мы сделаем таким путем. Мы свободно в какой-то отдельной комнате с ним общаемся, а потом люди отдельно общаются со своими заявлениями. Мы фиксируем эти факты и все. У меня как у руководителя на сегодняшний день вопрос один. А. Зафиксировать эти факты по распоряжению. Второе. Просьба. Уволить согласно взору меня. Согласно взору. Ну, мы фиксируем эти факты. Я предлагаю, что не надо. Дайте нам, можно где-то отдельный кабинет, как бывший у директора вас уже не принимает за директом, где мы можем присесть, написать заявление, примите, ладно, вкусное заявление, с подальше не середине, нам все равно. Опросите двух людей. Заявитель, один заявитель, как угодно мы сделаем. Поясним объяснение, и мы свободны. А люди будут потом свое. Либо вы можете первые, чтобы не ждать, а мы подождем. Максим Анатольевич, да? Да. Все, тотально. Как мы определимся? Кто первый? Пожалуйста, пишите. Первый, пожалуйста. Не могу ответить. Подождите, Сергей Иванович сказал, вы не кто здесь. Мы фиксируем эти все фарты и все. Все, как бы, ну, вопросом нет. А зачем? Копию распоряженности. Ну, забери, возьми копию распоряженности. Возьмите. Сейчас. С основания чего? Все, есть. Они у меня фотоконки. Пойдемте. 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 Продолжение следует...